Всем огромный привет! Рада всех видеть на канале! Сегодня хочу вам показать ароматы, которые я беру в использование на июль месяц 2021 года. И у меня исключительно оранжевое, золотое, солнечное, наверное, настроение, поэтому все ароматы будут яркие и они будут идти именно в этих оттенках. И начну я, наверное, с самого кораллового, красивого, нежного летнего аромата. Это инканта коралловая магнолия. Потрясающая просто композиция, состоящая из красной смородины магнолий и мускуса. Меня действительно затронул до глубины души этот аромат. Я с удовольствием уже начала им пользоваться и я получаю от этого неимоверное удовольствие. Поэтому летом это будет просто в тему пользоваться именно этим оранжевым ароматом. Следующий аромат не менее яркий и это мелоди от компании Фаберлик. Данные ароматы у меня начали подпортиваться и я решила их брать в активное использование. Я просто обожаю эту фруктовую сладкую композицию. Здесь в верхних нотах идет груша, банан, мандарины, красное яблоко, ноты сердца клубников, ранжепани и магнолия, а в базе пралине, пачули, черная смородина и мускус. Пользоваться буду также с превеликим удовольствием и буду заряжаться с солнечной энергией от этого аромата. Следующий аромат, которым я буду пользоваться, он не менее яркий. Это Surreal Island, это компания Avon и здесь на старте солируют вкусные кисловатые красные ягоды. Они настолько потрясающие летние, этим ароматом охота упиваться. В средних нотах подключается пион, фрезия и жасмин, а в базе идут бобы тонко. Данный аромат очень хорошо подойдет на вечер, но я иногда таким люблю пользоваться и днем. Также беру в использование еще один потрясающий просто летний аромат. Это компания Фаберлик, называется он Карибика. И это тот аромат, который просто невероятно красивый и тропический. Здесь на старте идут ананасы, апельсины и лимон. В средних нотах маракуйя, кокос и яблоко зеленое, а в базе сандал. Как можно увидеть, что уже я активно пользуюсь данным ароматом. И с каждым разом у меня все чаще и чаще тянется к нему рука. Поэтому в июле месяце я однозначно буду им с удовольствием наслаждаться. Позитивным ароматом, которыми хочется постоянно пользоваться именно в летний период, относится серия Самовайт. И самый популярнейший аромат Самовайт Санцет. Он однозначно будет просто идеален на июль месяц. Здесь прекрасные аккорды. Дымные, кожаные, древесные, мягкопрянные, озоновые, акватические. Данный аромат имеет красивую пирамиду в виде лотоса, березы и розового перца. И он просто шикарный шлифит. У него прекрасная стойкость. И еще один плюс этого аромата, что он безумно бюджетный. Его можно вылить в течение лета на себя и купить новенький такой же полный флакон. Также аромат, который ждал июля месяца и наконец-то дождался. Это Avon Collections Lila. Я ее обожаю. Это, наверное, самый зеленый запашистый пудровый аромат. Здесь прекрасно представлен мягкий пряный аккорд. Он нежный, он насыщенный, он незабываемый. На старте идут зеленые ноты. В средних лилия, а в базе мускус. Если говорить про ароматы с лилией, то это самый-самый приятный аромат лилии, который я только ощущала именно в бюджетной линейке, в бюджетной коллекции. К сожалению, эту линейку осенью снимают с производства. И нужно обязательно запасаться. Иначе я буду жалеть, что не купила себе еще в запас такие прекрасные ароматы. Аромат, который я тоже безумно обожаю именно в летний период. И решила его взять на июль. Это Inspire Impress. Абрикосово-амбровая композиция. Пудровое лактонное животное. Этот аромат заменит многие фруктовые ароматы с нотой абрикоса. И не хочется ни в чем остальным пользоваться, а лишь только его использовать. На старте идет абрикос в средних нотах jasmine sambac и ambro. Здесь jasmine sambac, он прекрасно сочетается с абрикосовыми нотами. И все это выглядит настолько ярко и незабываемо, что просто даже не верится, что это какая-то бюджетная ароматная туалетная водичка. Стойкость тоже потрясающая. И, к сожалению, этот аромат тоже сняла компания Avons производства. Аромат, который очень яркий, очень насыщенный и тоже, к счастью, бюджетный. Это attitude pitch and love. И это уже такой фруктово-цитрусовый, но в то же время сладкий мускусный аромат. Здесь на старте представлен бергамот и черная смородина. В средних нотах пинак, олада, цветок апельсина и фрезия. А в базе ежевика и мускус. Когда наносишь этот аромат на себя, то сразу же почему-то начинает появляться экзотичность. И буквально через какие-то доли секунд появляются средние ноты. Я не знаю, почему так происходит, но на мне это действует именно так. Поэтому с удовольствием я буду обливаться именно этим ароматом. Буду наслаждаться и получать удовольствие. Также аромат, который очень-очень тропический и летний. Это Brazil Beat. Его уже, к сожалению, сняли с производства. Но он чем-то напоминает мне какие-то ароматы. И, возможно, Карибику, Само Вайт Санцет, что-то еще такое. Им очень приятно пользоваться именно в середине лета. Тропические ноты здесь прекрасно шлифят. На старте здесь идет красный апельсин и петахуя. Средние ноты водяная лилия, а в базе белый мускус. Очень нежный, сладковатый и экзотический аромат. Следующий аромат это компания Faberlic. И, в принципе, этим ароматом я очень часто пользуюсь в зимний период. Из-за того, что в нем присутствуют яркие цитрусовые аккорды. Но здесь также присутствуют и древесные, и зеленые, и пряные. И этот аромат идеально может подойти не только в зимний период, но и на середину лета. На старте мандарин, лимон, бергамот и зеленые листья. В средних нотах бархат, селандыши, роза. А в базе тиковое дерево, ветивер, амбра и мускус. Здесь осталось совершенно немного данного аромата. И я думаю, что скоро он у меня закончится. Также аромат, который я оставляла именно на летний период. Это такой вот спрей VIP Club Ibiza. И в данной композиции присутствуют также тропические аккорды. Пудровые, цветочные, сладкие. Но и присутствует также еще и карамельный аккорд. Он очень такой сладковатый. Этот аккорд придает сладость аромату. Но все-таки мне нравится здесь больше старт, который состоит из ананаса. Потом появляется магнолия в сердце. А уже в базе карамель, сандал и пачули. Стойкость где-то часа два. Но мне этого, в принципе, достаточно. Также аромат из бюджетной линейки от компании Ava. Называется он Уиды Букет. И это уже такой бело-цветочный, цветочный. Этот аромат меня тоже, к счастью, освежает. И в жару он для меня уместен. Фрезия, роза, жасмин и мускус. Вот такая вот незаурядная пирамидка. Но мне это все нравится. Этот аромат, я знаю, также любят многие. И часто вижу его в летних именно обзорах. Потому что на лето он идеален. От компании Faberlic хочу взять в использование в виде эксперимента оранжевый аромат. В фэнтези это более такая цитрусовая, свежепряная, насыщенная композиция. В этом аромате прекрасная пирамида. На старте идет розовый грейпфрут, бергамот и клементин. В средних фрезия, роза, ромашка и фиалка. А в базе кедр, мускус и амбра. По мне так это просто такая красивейшая пирамида, которая привлекает. Которая вроде бы как и фруктовая, яркая, насыщенная. Но в то же время нежная, цветочная. Попробую им попользоваться в июле месяце. Обязательно расскажу, как этот аромат повел себя в жаркий период времени. Самый яркий аромат бюджетный от компании Reflame. Be Happy серия Feel Good. В данном аромате также присутствует цитрусовый аккорд и свежая пряность. Возможно, свежая пряность все-таки и привлекает меня в жаркие деньки. В верхних нотах красный апельсин, бергамот и черная смородина. В средних куркума, магнолия, пион. А в базе сандал, мускус и ваниль. Эта водичка не очень стойкая. Часа полтора-два она продержится. Это максимум. Потом она будет сидеть очень-очень близко к коже. Этот аромат я буду очень часто обновлять. И я думаю, что он у меня быстро и закончится. Также я хочу взять аромат от компании Avon серии Pure Blanca Smile. Давненько я этой туалетной водой не пользовалась. И раньше я была в нее влюблена. Она меня привлекала за счет своего ванильного аккорда. И плюс ко всему в данном аромате на старте заявлены мои любимые персики. В сочетании с грушей и с цитрусами. В средних идет магнолия, пион и роза. В базе мускус, ваниль и пачули. Хочу вспомнить, как было прекрасно, когда я пользовалась данным ароматом. И аромат, который также меня привлекает по своей пирамиде. Это Самовайт Парадайз. Также бюджетная линейка компании Avon. Здесь прекрасные амбровые аккорды в сочетании с фруктовыми. И пирамида состоит уже из цветков персика, лилий и амбры. Вообще компания Avon очень красиво исполняет ароматы, в которых присутствуют в сердечных нотах красная лилия. Я не знаю, какая здесь. Возможно, она и есть. А может быть, здесь даже лилия Касабланка, которая тоже достаточно прекрасно сочетается с персиком и с цветками персика. Также беру еще один аромат от компании Avon. Он у меня застоялся. И я все думала, когда же придет его время. И я думаю, оно пришло. Это Incandescence Enjoy. Знаменитые шарики Incandescence. Сладкий, древесный, фруктовый, мускусный, пудровый. Солнечный аромат. Здесь в верхних нотах идет итальянский мандарин, ананас и груша. В средних подсолнечник, гардене, цветок апельсина. В базе мускус, сандал и амбра. Попробую им также понаслаждаться в жаркое, знойное лето. И потом сделаю свои выводы, подходит ли он на июль месяц. От компании Ariflame беру аромат Poses the Secrets. Я пользовалась им активно в весенний период. И мне это безумно нравилось. Мне нравилась свежесть в этом аромате. Зелень, конечно, манила куда-то взять его на летний период. И вот я решила его взять. Черная смородина, бергамот и жасмин на старте. В средних нотах зеленое яблоко, османтус и орхидея. В базе также есть подсолнечник, сандал и ваниль. Хоть этот аромат и имеет заявленную ноту подсолнечника, как и Uncadessence Enjoy. Но они безумно разные, безумно по-разному раскрываются. И в этом аромате я больше ощущаю зеленое яблоко, нежели подсолнечник. Следующий аромат, которым я буду с удовольствием пользоваться в июле месяце. Он более древесный и коричный, теплопряный. Это Офиорик Эмо Тианель. И меня привлекают здесь, конечно же, ноты персика, которые прекрасно сочетаются с ванилью, сандалом. На старте заявлен апельсин Танжерин с бергамотом. В средних нотах как раз идет персик, корица, цветок апельсина, зеленое яблоко, горденье и жасмин. А уже в базе ваниль, сандал и мускус. Все в этом аромате меня устраивает. И он меня просто-напросто завораживает. Возможно, я бы этот аромат немножко приберегла. Но так как это компания Фаберлик и аромат у меня уже начал подтекать, я буду им активно пользоваться и буду наслаждаться. Еще один прекраснейший оранжевый аромат, раритет от компании Арифлейм. Раньше этот аромат был в красном флакончике, но сейчас он вот в таком вот золотисто-оранжевом. Это амбровый теплопряный древесный аромат, белоцветочный. Называется он Fire. В верхних нотах цитрусы, анютины, глазки. В средних гвоздика, пряность и лилия. А в базе амбра и древесные ноты. Вот здесь меня тоже очень сильно привлекают ноты лилии. Они настолько вкусные, они настолько интересные. И они утяжеляют аромат, делают его более стойким. Я просто обожаю этот аромат уже на протяжении многих лет. И безумно рада, что он у меня есть благодаря Олечке. Следующий аромат, раритет от компании Avon. Золотистый инстинкт. Зелено-пудровый цветочно-древесный лактонный. И давненько я им не пользовалась. На старте заявлены зеленые ноты. В средних камеле, а в базе сандал. Хочу сейчас исправить положение и понаслаждаться именно им. И также получить от этого удовольствие. Аромат, который я недавно купила. И он истинно золотой и оранжевый. Это Софева. И он фруктово-мягко-пряный, сладкий, ванильный. И он идеально подойдет именно на вечернее время, в летний период. Черная смородина, розовый перец, бергамот. Это верхние ноты. Ноты сердца, слива, мирабель, цветок имбиря, яблоневый цвет. А в базе ваниль, лакричник, сандал. И есть еще даже черный лакричник. Я не знаю, чем они отличаются. Но, видимо, они какие-то разные. Настолько красивые, обволакивающие, яркие, незабываемые, интересные. Даже какой-то медовый. Очень потрясающий. Я его просто-напросто обожаю. Аромат, который от компании Avon, немножко похож на Софева. И его, к сожалению, тоже снимают с производства. Mesmerize Mystic Amber. Он просто-напросто обалденный. Амброво-фруктово-ванильный, пудровый. Они очень-очень сильно похожи. Здесь в верхних нотах заявлен персик, в средних – жасмин, а в базе – амбра и ваниль. Сладкий, нежный, обволакивающий, согревающий. В зимний период этот аромат мне казался более простым. Но летом я поняла, что он настолько потрясающий и дорого звучащий, что я решила им попользоваться именно в летний период. Далее хочу вам показать аромат, который уже сто лет в обед не продается. Но он очень-очень значимый для меня. Это Christian Lacroix – амбре. Этот аромат настолько шикарен. В верхних нотах заявлен мандарин и красные ягоды. Средние ноты – палисандр, роза и жасмин. А в базе – амбре и карамель. Несмотря на такую, вроде бы, как простую пирамиду, этот аромат звучит очень красиво, нежно, обволакивающе. Он очень-очень долго держится. У кого есть данная парфюмерная вода, тот меня поймет. Для всех остальных рекомендую его найти, приобрести себе, чтобы он у вас был. Потому что это просто что-то, что-то очень невероятное. Также решила взять я аромат амбровый от компании Reflame – Эмбо Эликсир. Не сразу я с ним подружилась. И, честно признаюсь, до сих пор я еще никак не могу им начать активно пользоваться. Это амброво-пудрово-миндальный аромат, древесный. И он для меня очень-очень тяжелый. Хочу попробовать его не в холодное время, а именно в теплое. Также какими-то вечерками разносить его. Мандарин, черная смородина и виноград идут на старте. В средних нотах миндаль, гелиотроп и пиона. В базе Амбра, Сандал и Мускус. Так что у меня будет целый месяц, чтобы понять данную композицию и сделать свои выводы. И аромат от компании Avon тоже идет. Амбровый. Эмбо Ордент. И это Artistic Parfumers. Достаточно такая небюджетная линейка компании. Аромат Амбровый, теплопряный, почулевый, восточный. В верхних нотах корица, гвоздика, кардамон, черный перец, бергамот и слива Мирабель. В средних нотах корень ириса, жасмин и белый дурман. А в базе Амбров, бензоин и почули. Я здесь почули ощущаю сливовые нотки. Также здесь очень-очень много пряностей. И этим ароматом я также буду пользоваться исключительно в вечерний период времени. Аромат, который очень сложный, но очень бюджетный. Он мне всегда нравился. Хотя для многих этот аромат является непонятным. Бюджетная линейка компании Avon и Mary Fantasy. Я уже использовала один такой флакончик. И с радостью приобрела второй. Древесный, сладкий, карамелевый, ванильный, бальзамический, белоцветочный аромат. Пирамида у него красивая. Груша, розовый перец и итальянский мандарин на старте. В средних нотах карамель, лесной орех, жасмин самбак и цветок апельсина. А в базе почули, ваниль и кашемировое дерево. Он на мне красив, нежен. С ним главное не переборщить. Также им люблю пользоваться в холодный период. Но сейчас в виде исключения буду его использовать именно летом в июле месяце. Аромат для меня еще неизведанный, но очень привлекательный. Это люксовая линейка Giordani Gold. Это эссенса Blossum. Недавняя новинка от компании Reflame. Очень такой белоцветочный, сладкий, мускусный. И в данном аромате меня привлекает нота иланг-иланга, который находится в сердце. На старте заявлен жасмин, мандарин и груша. В средних иланг-иланг, камелия, циток апельсина. А в базе амбраксон, ваниль и мускус. Я пользовалась этим ароматом весной, но пока его не поняла. Он у меня сейчас настоялся. Из флакончика он мне приятен. Он мне интересен. Поэтому в июле месяце попробую его разносить. Аромат, который очень стойкий, очень яркий. Чем-то похож на Giordani Gold. И называется Rea Gold. Это компания Avon. Раритет. В том году компания дала возможность нам его приобрести. Здесь также заявлены желтые цветы. И по стечению обстоятельств. Здесь также есть иланг-иланг. Он идет здесь на старте. Также на старте идет персик, мандарин и бергамот. Средние ноты. Тубероза, альдегиды, жасмин, цветок апельсина, гордения и ландыш. А в базе ваниль, древесные ноты, мускус, сандал и амбра. Интереснейшая просто композиция. Я говорила, что меня здесь очень сильно пугает тубероза. Она утяжеляет аромат. Она делает его каким-то перетягивающим на себя. Но все-таки нота иланг-иланга, она привлекает чуть более. Поэтому я хочу им пользоваться. Хочу получать действительно от него удовольствие. Ну и конечно же персик. Он здесь просто очень прекрасный и нежный. Аромат, который я также еще практически не разносила. Хотя он появился достаточно давно. Это инфинита от Арифлейм. Цитрусовый ванильный, сладкий амбровый. В данном аромате на меня действует очень сильно какая-то такая шипровая нотка. Хотя я не вижу ничего здесь шипрового. Здесь мандарин, кумват и розовый перец на старте. В средних жасминов, базе ваниль, кашемировое дерево и амбра. Сейчас я попробовала этот аромат. И для меня эта шипровая нота стала практически незаметна. Возможно он настоялся. Или у меня просто изменилось восприятие. И теперь я хочу им с удовольствием пользоваться. Также к своим золотым, оранжевым ароматам я беру своего любимчика. Сиам Флем Баянт. Это Айди Парфамс, доктор Пьерри Ко. Здесь очень-очень вкусная, насыщенная, яркая пирамида. Состоящая из белого перца и мандарина на старте. В средних франжепани, сток апельсина. А в базе бурбонская ваниль и бензоин. Конечно, в пирамиде очень много различных компонентов. Но меня здесь привлекает бурбонская ваниль и бензоин. И они здесь настолько вкусные и яркие. Этим ароматом я также пользовалась и в холодное время. Но сейчас у меня прям тянется рука к нему. И я не стала себе в этом отказывать удовольствии. Еще один аромат с самым красивым флакончиком от компании Reflame. Это Валаре. Этот аромат я просто полюбила с первого взгляда. И его необычные аккорды, которые между собой сочетаются. Карамель, морские ноты, цветочные, фруктовые, соленые. Они здесь очень уместные. И на лето они просто-напросто идеально подходят. На старте заявлен персик. В средних нотах роза, а в базе карамель и соль. Буду также с удовольствием пользоваться этим ароматом. Буду им наслаждаться. Этот аромат, он однозначно просто в лидерах моих. Из всех розочек, какие только есть. Еще один золотой аромат из люксового сегмента. Это Gucci Guilty. И здесь такой вот красивый флакончик. Сам аромат не менее крутой и классный. Мягко-пряный, свежий, цитрусовый, сладкий, почулевый. Он похож на City Rush классический от компании Avon. И по стойкости. И пирамида у них схожая в верхних нотах. Здесь заявлен розовый перец, мандарин и бергамот. В средних сирень, персик, герань, жасмины, черная смородина. А в базе почули, амбра, белый мускус и ваниль. С удовольствием буду сейчас наслаждаться данной композицией. Аромат очень стойкий, насыщенный. И на вечер он будет просто безупречен. Вот такая вот подборка получилась из оранжево-золотых ароматов. Пишите обязательно комментарии. Не забывайте ставить пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Всем вам солнечного настроения. И пока-пока!